Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Мы были в Санкт-Петербурге, в России. И я проповедовала на вечернем собрании. А то здание вмещает около 900 человек, и оно заполнено каждое служение утром и вечером. Мой муж был там, он проповедовал, и другие служители проповедовали, а в этот вечер я. И когда я закончила свою проповедь... Знаете, когда Иисус приходит на служение, и наступает такой штиль, почтение, и наступила полная тишина в зале в тот вечер. И когда мы уже выходили, Эд сказал, «Иисус пришел на служение». Мы спускались вниз по ступенькам в комнату для служителей. И я не помню, сколько нас было. Может быть, 12 или около того. И один из служителей, который спускался вместе с нами по ступенькам, заходит в эту комнату и плачет безудержно. И говорит, «Когда мы спускались по ступенькам, прямо на лестничной площадке стоял Иисус». И Иисус плакал. И Иисус сказал этому служителю, «Вот в чем причина». И когда Он сказал, «Вот в чем причина», Он ссылался на то, о чем я проповедовала в тот вечер. «Вот в чем причина, вот почему Мои люди не получают того, что им обеспечено». Слезы Иисуса показывают, насколько Он жаждет, чтобы люди получили то, что им обеспечено. Не мы пытаемся что-то из Него выжать. Он жаждет, чтобы мы получили то, что нам обеспечено. Но Он сказал в тот вечер, «Вот в чем причина. Вот почему Мои люди не получают того, что им обеспечено». Хотите знать, о чем я проповедовала? О грехе беспокойства. О грехе беспокойства. Откройте со мной, пожалуйста, 6 главу Матфея, 25 стих. Я говорю о грехе беспокойства. А люди никогда не причисляют беспокойство к категории греха. Но беспокойство – это грех. Вы спросите, почему беспокойство – это грех? Потому что Слово говорит этого не делать. Все, что Слово говорит не делать, а мы делаем, называется непослушанием. А что такое непослушание? Грех. Итак, рассмотрим это. Матфея 6. Я сказала вам открыть Матфея 6? Хорошо. Иисус говорит в 25 стихе. «Посему говорю вам…» Посмотрите на это. «Не заботьтесь». На английском «не принимайте никакой мысли о вашей жизни». Несколько лет назад я в течение четырех лет учила о разуме. Почему? Потому что разум – это поле битвы дьявола. Именно там он нас атакует. Если мы неумело обращаемся со своим разумом, со своей умственной жизнью, он одержит верх через наш разум. «Поскольку наш дух рожден свыше, бесы никогда не смогут войти в наш дух». Это не может произойти с христианином. Почему? Потому что дух святой в вас. Дух святой и дьявол не обитают вместе. В духе христианина не может быть бесов. Может ли в теле христианина быть бес? Да. Что это? Бес может прицепиться к телу и вызывать различные заболевания, разные немощи. Каждая ли болезнь, каждая ли немощь вызвана бесом? Нет. Но иногда бесы пытаются прицепиться к телам людей. Иногда людям делают операции, когда бесы вызвали какое-то заболевание в теле. И люди ту часть тела, что под атакой, удаляют при помощи операции. Вы скажете, но невозможно же вырезать беса, ведь он дух. Поэтому его не вырежешь из тела, и это правда. Но когда вы вырезаете ту часть, к которой он прицепился, ему больше не за что держаться. Вы понимаете, о чем я? Итак, могут ли христиане иметь бесов в теле? Конечно. Но не обязаны. Мы можем отстоять свою позицию, говоря, «ты не сделаешь этого с моим телом». Как же бесы получают доступ к телам людей? Потому что люди не противостоят им, а открывают им двери. Аминь. Помните, Павел имел особое помазание. Плотки с его тела брали и возлагали на больных. И сказано, что они исцелялись, и злые духи выходили из них. Здесь речь идет о спасенных, а не о погибающих людях. Это показывает, что злой дух может прицепиться к чьему-то телу. Это не то, о чем я сегодня проповедую, но я хотела это упомянуть ради того, чтобы сказать следующее. Может ли у христианина быть бес в разуме? Да. Как бес может оказаться в разуме, когда к нему прислушиваются? Через слушание. Слушание. Вот что я имею в виду, говоря, что разум – поле битвы дьявола. Будете его достаточно долго слушать, он овладеет вашим разумом, и вы будете чувствовать, словно это уже не ваш разум. Вы должны хранить свой разум. Ваша ответственность – сделать что-то со своим разумом. Иисус сделал что-то с вашим духом, он дал вам новый дух. Но наша ответственность – сделать что-то с нашим разумом и нашим телом. Аминь. Чем лучше вы умеете дисциплинировать свою умственную жизнь и контролировать свои мысли, тем лучше будет ваша жизнь. Если вы неопытны и слабы в дисциплине своих мыслей и разума, дьявол вам вышибет мозг, и вы будете жить в аду на земле. Вы спросите, как я могу жить в аду на земле, если я принадлежу Богу? Если мы не делаем то, что говорит Слово, мы не можем жить жизнью, предназначенной нам Богом, потому что предназначенная им жизнь приходит, когда мы делаем, исполняем то, что говорит Слово. Мы не можем делать не то, что говорит Слово, и при этом иметь мир в разуме. Это невозможно. Поэтому Иисус и сказал, не заботьтесь, не принимайте мысли. Заметьте, вам предлагают мысли, вы не обязаны их принимать только потому, что их предлагают. Как мы их принимаем? Прокручивая их в своем разуме снова и снова, произнося эти мысли. Аминь. Чтобы быть духовными, вам необходимо хранить свою умственную жизнь и не быть терпимыми к тревожным мыслям. Когда дьявол говорит что-то вашему разуму, это не пришло от вас. Вот как дьявол работает. Вы стоите, разговариваете с кем-то, а у этого человека, скажем, есть сигареты. И он незаметно подбрасывает их вам в карман. А потом берет и обвиняет вас. У тебя сигареты в кармане, но он сам вам их подложил. Так и дьявол поступает с вашей умственной жизнью. Он подкидывает мысль, он вертит ее вокруг вашей головы, чтобы посмотреть, как вы отреагируете. Тот, кто знает, что это не его сигареты, скажет, «Это не мои сигареты, я вижу, что они у меня в кармане, но это не мое». Кто-то их подложил. Мы бы осознали это, не так ли? Мы бы не стали предполагать, «Боже мой, видимо, я курю». Это было бы абсурдно, если бы мы сказали, «Боже мой, у меня в кармане сигареты, боже мой, я не знал, что я курю». Придется пойти покурить? Нет. Было бы абсурдно допустить, что они наши. Дьявол будет стараться подбросить неправильные мысли в ваш разум. Но так многие люди реагируют, «Боже мой», услышав их, «Боже мой, у меня, видно, не хватит денег, чтобы оплатить мою ипотеку». Почему? Потому что дьявол это сказал, и люди прислушиваются. Почему бы вам не распознать? Это не моя мысль. Я не позволю этой мысли поселиться в моем разуме. Не прокручивайте это в своей умственной жизни. Как остановить вхождение мыслей, предложенных вам дьяволом? Он будет предлагать мысли вашему разуму, он будет наводить вас на какие-то мысли. И чего многие не осознают, дьявол не ищет известности. Ему нужно лишь продвижение. Он хочет получить доступ. Он хочет добиться от вас действий на основании тех мыслей, на которые он вас натолкнул. Но вам необходимо научиться распознавать. Любая мысль, которая не приносит вам мир, радость, не ободряет вас, не пришла от Бога. Любой мысль, которая вас тревожит, подавляет, пугает, беспокоит, у вас есть не просто право противостать, а обязанность противостать. Слово говорит «противостаньте дьяволу». Оно не говорит «сядьте и выслушайте его, и идите спать с его мыслимым в голове, лежите на подушке и…» «Боже мой, где же я возьму? Боже мой!» Прекратите это. Прекратите это. У вас есть право это прекратить. Вы не жертва дьявола, который он может лупить, когда захочет. Но если вы не будете замечать его действия и запрещать их, он этим воспользуется. Аминь. Итак, Иисус сказал «не заботьтесь для души вашей». Что это значит? Не беспокойтесь ни о чем в вашей жизни. Это значит «не беспокойтесь ни о чем в вашей жизни». Не беспокойтесь ни о чем. Когда за два года до того, как мой муж ушел домой Господу, Бог сказал мне «все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир», имел ли он в виду, что мне не нужно было читать Библию или молиться? Нет. Он имел в виду «это акцент для тебя в этом сезоне твоей жизни», потому что Бог акцентирует определенные вещи. Он просит вас уделить особое внимание чему-то в вашей жизни. Он не говорит вам «оставить или игнорировать все остальное». Он говорит «акцентируй это», потому что это оружие для того, с чем ты столкнешься. Итак, Он сказал «все, что я хочу, чтобы ты делала, это практиковала мир». Я поняла, что Он дал мне указание «уделяй внимание каждой мысли, и каждую мысль, которая не приводит к миру, вышвыривай, запрещай». Не заботьтесь, значит, не принимайте никакой мысли о вашей жизни, никакой. Но, пастор, ты не понимаешь, это очень важно и серьезно. Все равно, Иисус сказал «не принимайте никакой мысли о вашей жизни». Заметьте, Он сказал «не принимайте никакой мысли». Он не сказал, что мысли не будут вам предложены. По сути, Он говорит «когда вам предлагают мысли беспокойства, не берите их». Как вы их принимаете? Через то, что вы их в своем разуме прокручиваете, 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 прокручиваете. И потом говорите об этом. Рассказываете кому-то. Мы можем научиться не говорить о сомнениях, о страхе, но не научиться не прокручивать эти мысли. То, что вы не говорите об этом, еще не значит, что вы не предаетесь этим мыслям. Папа Хеггин и другие учителя веры научили нас тому, что важно не говорить неправильные вещи. Но иногда людям удается не говорить неправильные вещи и не удается не принимать неправильные мысли. Если кто-то стоит у вашей входной двери и стучит в нее, стучит снова и снова, то, что он стучит дольше, еще не значит, что у него больше прав на то, чтобы войти. Так? Это не важно. Если он постучит в вашу дверь только три раза, и вы не откроете ее, и он уйдет, это потому, что вы ее не открыли. А что, если он будет стоять полчаса и стучать? Вы все равно не обязаны открывать. А что, если он будет полдня стоять и стучать? А что, если он будет приходить каждый день в течение двух недель и по целому часу стучать в эту дверь? У вас все равно есть право держать дверь закрытой. Вы не обязаны открывать дверь. Вот что Иисус говорит – не открывайте дверь. Даже если дьявол приходит и стучит вам по голове, не открывайте дверь. Как не открывать дверь? Не прокручивайте это в вашей умственной жизни. Не повторяйте это, не принимайте этого во внимание и в расчет. Отвечайте этому, говоря, «Я не открою дверь тебе. Это не моя мысль, я ее не принимаю». Если вы этого не сделаете, в итоге ваш разум будет в смятении. И потом вы будете говорить, «Боже, сделай что-нибудь, он уже сделал, он сказал вам, чего не делать». Как пастор, я не могу заставить дьявола оставить вас в покое. Я не могу заставить его оставить меня в покое. Я не могу заставить его оставить кого-либо в покое. Моя работа как пастора в том, чтобы сказать вам, что делать, когда он заявится. Если вы ждете, пока дьявол оставит вас в покое, чтобы вы обрели мир, вы потерпите провал. У вас нет необходимых навыков. Вы понимаете? Дьявол придет, а вам нужно быть умелыми, оказавшись с ним лицом к лицу, и быть невозмутимыми, просто невозмутимыми. Вот это его колоссально выведет из равновесия, когда он не способен вас встревожить. Если вы встревожены, что-то в вас верит тому, что он внушает. Если вы немного беспокоитесь, лишь чуть-чуть, это все, что ему нужно, чуть-чуть, это все, что ему нужно. Я была в гостиной моего дома, и внезапно я почувствовала сквозняк. Ну, честно говоря, встав у любой двери моего дома, можно почувствовать сквозняк. После ремонта этому не бывать. Заходишь в ванную комнату, а на затылке волосы немного колышутся. Я не стану этого отрицать. Но, помимо легкого ветерка, который можно ощутить у моих дверей, вот, я стою в гостиной, и ощущаю необычно сильный сквозняк. Я из одного конца гостиной, а она около 9 метров длиной, иду на другую сторону, прохожу в столовую, оттуда на кухню, и входная дверь на кухню приоткрыта совсем чуть-чуть, а я чувствовала это совсем издалека, через несколько комнат. Так и дьяволу не нужен широкий вход. Вы в своей жизни ощутите и немного приоткрытую дверь, немного беспокойства, немного мыслей. И вы ощутите последствия этого во многих сферах, многих сферах, многих комнатах вашей жизни. Итак, Иисус говорит нам, «Говорю вам, не принимайте никакой мысли о вашей жизни». Затем Он начинает говорить очень подробно. Он говорит, «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа, не больше ли пищи и тело одежды?» Хорошо. Вы скажете, «Ну, хорошо». Пастор Нэнси, он говорит, «Не беспокоиться о том, что пить, о том, что есть, не беспокоиться об одежде». Это все, о чем он говорит. Хорошо. Давайте разберемся в этом ради вас. Он не просто говорит о том, что вы едите, пьете и надеваете. Ваши самые обычные, ежедневные дела – это пить, есть и носить одежду. Так? Это обычный распорядок, рутина, самое маловажное из того, что вы делаете каждый день. Все это делают. Все это делают. Если он говорит о рутинных, самых малых вещах в вашей жизни – пище, питье и одежде, если он говорит вам не беспокоиться об этих наименее важных вещах, это значит, что и обо всем важном, вплоть до самого маловажного, не беспокойтесь в своей жизни, вплоть до того, что вам пить, что есть и во что одеться. Если он не хочет, чтобы вы беспокоились, будет ли у вас правильный лимонад, ваш любимый лимонад, то он точно не хочет, чтобы вы волновались о своей ипотеке. Поэтому он говорит, не забойтесь о своей жизни вплоть до того, что вам есть, пить и надевать, вплоть до самого маловажного. Это самая дешевая часть вашей жизни. Так? Если вы не исполните то, что он сказал, он не сможет сохранить вас от тревоги. Он не сможет сохранить вас от тревоги. Он может вам помочь, только сказав вам, что делать. И если вы этого не делаете, у него нет для вас плана Б, потому что план А работает. Просто делайте это. Это работает. Когда он сказал мне, «Все, что я хочу, это чтобы ты практиковала мир», «Что я делала?» Я уделяла внимание каждой мысли, каждой мысли, каждой мысли, каждой мысли. Послушайте, вы никогда не будете духовными, пока не начнете уделять внимание каждой мысли. Дьявол рассчитывает на вашу невнимательность, чтобы суметь незаметно пробраться вовнутрь. Будьте внимательны каждой мысли. О чем вы думаете, когда одеваетесь? О чем вы думаете, когда едете за рулем? Вам лучше быть внимательными каждой мысли. Если это не от Бога, я это не приму. И я не говорю о местах Писания. Я говорю о том, что мысли должны соответствовать Слову. Если вы сидите и повторяете, «Благословен Бог, этот коллега по работе криво на меня посмотрел, я его сегодня приведу в чувство. Я видел, как он на меня вчера смотрел». Вам лучше прекратить это. Возьмите под контроль это незрелое мышление. Мелочность. Когда вы разыгрываете в уме сценарий, я вам скажу, если он мне сегодня скажет вот это, потому что он раньше всякое говорил. Если он скажет это, я вот что скажу. А если он скажет то, я скажу вот это. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Вы разыгрываете сценарий и приходите уже рассерженными, хотя вам никто и слова не сказал. Потому что вы уже нафантазировали и накрутили целый сценарий. Почему? У вас недисциплинированный разум. Так себя ведет невоспитанный разум. Люди обвиняют дьявола в том, что у них сметенный ум. А это вы не дисциплинированы в своей умственной жизни. Вы должны привести в порядок свою умственную жизнь. Дети вырастают невоспитанными, когда родители не уделяют внимания всему, что они делают. Вы не можете уделять внимание 40% их поступков и надеяться приучить их к дисциплине. Вы должны уделять внимание всему, всему, каждый день, каждый день, всему, что они делают, куда они идут, что они говорят, как они обращаются с людьми. И как только вы расслабляетесь, ваши дети сворачивают с пути. Точно так же с вашей умственной жизнью. Как только вы ослабляете контроль за вашими мыслями, они сворачивают с пути. Почему? Потому что так ведет себя естественное мышление. Чтобы держать разум под контролем, нужно быть внимательным постоянно, постоянно. Обращайте внимание, о чем вы думаете, когда ложитесь спать. Обращайте внимание, с чего вы начинаете свое утро. Как только вы открыли глаза, о чем вы думаете? Вам лучше быть внимательными. К чему вы позволяете себе присоединиться в обеденный перерыв с коллегами? О ком вы говорите, о чем вы говорите? О начальнике, что он недостаточно платит? Это не обузданная умственная жизнь. Это не вопрос денег. Это не обузданная умственная жизнь. Аминь. Если мысль не ведет вас к миру, если мысль не ведет вас к радости, если мысль не ведет вас к тому, чтобы правильно думать о ком-то, вам лучше от нее избавиться. Вам лучше запретить ей быть в вашей умственной жизни. Слава Господу! Из-за греха беспокойство. У людей нет финансового обеспечения. Они дают десятины и приношения, что правильно, но потом идут домой и беспокоятся о деньгах. Это открытый слив в ванной. Все, что заливается, тут же сливается. Беспокойство – это открытый слив. То, что у Бога есть для вас, просто вытекает. Позвольте вам сказать, почему люди беспокоятся. Из-за страха. Беспокойство – это выражение страха. Это проявление страха. Вы понимаете? Даже если у вас не было чувства страха при этой мысли, вам не обязательно иметь чувство страха. Иногда страх вонзается, как огненная стрела. Иногда – это тонкий намек, который проскользнул незаметно. Аминь. Встаньте, пожалуйста. Отец, мы так благодарны за Твое слово. Я не знаю, как вы, но я в восторге. Я в восторге от того, что я знаю, что мне не нужно иметь тревожный разум. Да, тревожные мысли могут приходить, но теперь я знаю, что делать. Не принимать их. Что нужно делать в первую очередь, когда приходят тревожные мысли? Отвечать на них. Скажите им, ничего не выйдет, это не моя мысль. И потом скажите то, что говорит Слово. Аминь. Аллилуйя. Беспокойные молитвы не работают. То, что вы молитесь, то, что вы беспокоитесь под духовным видом молитвы, не делает это молитвой. Беспокойные молитвы не работают. Вам нужно взять всякое беспокойство и... Отец, я возлагаю свои заботы на Тебя. Да, это проблема. Да, я нуждаюсь в Ее решении в моей жизни. Да, это нужно исправить. Но я не могу это исправить. Поэтому я отдаю это Тебе. И позволяю Тебе это исправить. И тогда Ты вернешь мне решение. Ты мне вернешь это в исправленном виде. Аминь. Аллилуйя. Не рады ли вы, что вам не нужно этого делать? Не нужно самим все исправлять. Просто отдать в Его руки. Аминь. Ну, пастор, я пробовал. А на следующее утро встаю и все опять тут. Тогда снова отдайте. Каждое утро. Нет, я это не приму. Я отдал это Богу, и дьявол, я не возьму это обратно. Я отдал это Богу, и Он над этим работает. Он над этим работает. Он над этим работает. Но я нуждаюсь в ответе. Он даст мне знать то, что мне нужно знать. Он даст мне знать то, что мне нужно знать. Он над этим работает, и Он сообщит мне о моей части. Но я не могу через беспокойство узнать о своей части. Вы замечали, что когда вы беспокоитесь, вы не способны слышать Бога? Вы это замечали? Когда вы беспокоитесь, вы не способны слышать. Аминь. Вам нужно быть в вере, чтобы слышать, а не в беспокойстве. Вера слышит, а не страх. Страх не слышит. Поэтому люди впадают в панику, когда боятся, потому что знают, что не способны слышать, не способны слышать Бога. Аллилуйя. Мы люди веры. Аминь. У меня спокойный, мирный, дисциплинированный разум, и я внимательна. Аминь. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok